Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся с вами в Государственном Политехническом Музее, в зале, который посвящен аппаратуре и истории звукозаписи и звуковоспроизведения. Сейчас мы с вами постараемся проследить историю возникновения и развития записи звука. Итак, еще в начале позапрошлого века, в 1807 году, английский ученый Томас Юнг впервые удалось ему записать колебания камертона. Это было произведено на закопченный барабан. И вот с этого момента можно считать, что возник интерес к записи звука. Но вот все эти процедуры, которые были осуществлены Юнгом, они использовались только для изучения свойств звука. И прошло достаточно много времени, пока уже появился интерес к записи звука для того, чтобы его можно было слушать какие-то речи или музыку. И вот исторически считается, что впервые способность записать звук и воспроизвести осуществил американский изобретатель Томас Эдисон. Самое главное, что мысль о записи звука пришла ему совершенно неожиданно. Он в это время работал телеграфистом на телеграфной станции. И со своим другом, и одновременно он являлся его механиком, но тогда такие известные изобретатели, они имели рядом с собой человека, который помогал ему в создании приборов различных и вообще помогал в работах. И вот Томас Эдисон вместе со своим приятелем, они дежурили ночью на телеграфной станции, и им пришла в голову мысль сделать так, чтобы автоматически производить запись приема телеграфа. В это время он держал на ладони металлическую мембрану с припаянной иголкой. И что-то стал громко говорить своему приятелю, почувствовал укол иглы на ладони. И сразу же ему пришла мысль в голову, что вот этот укол этой иглы может каким-то образом сделать прибор такой может, чтобы можно было записывать звук. И они изготовили этот прибор через некоторое время. Вот здесь, вот в этой витрине, вот этот неказистый прибор, который потом стал называться фонографом, они его изобрели. То есть вообще он из себя представлял валик, вот это такая ручка, чтобы этот валик крутить. На валик наматывалась станеволевая фольга. К валику прикреплялся мембрана с иголкой. Вот уже следующий приборчик вот там показан. Уже на этом приборчике есть эта мембрана, а здесь пока только показан, как принцип был сделан. И эта иголка, они вот в такой рупор кричали, нужно было достаточно громко говорить, чтобы иголка во время движения вот этого барабана, вручную крутили, иголка делала различной глубины канавку. И одновременно поступательно продвигалась вдоль этого барабана. После этого на фольге, на станеволевой, оставался след разной глубины. И если теперь сделать обратную процедуру, то есть поставить иголку в эту канавку и опять крутить ручку с такой же скоростью, и уже слушать в рупор, было плохо, но слышно тот звук, который они записали. И первым произведением, так в кавычках можно сказать, то, что они... Они спели туда песню. У кого-то была белая овечка, и потом очень долго смеялись. Но, несмотря на это, получился прибор для записи звука. Дальше все это усовершенствовалось. Вот следующим прибором там уже механические... Тут они вручную крутили ручку, а там уже механический завод существовал. То есть можно было завести пружинный двигатель, и уже поступательное движение осуществлялось как бы автоматически. По-прежнему сюда громко говорили, там стояла мембрана с иголкой и записывалось. Но уже стали записывать не на фольге, на которой, в общем, трудно было что-то потом переделать, ее приходилось выбрасывать. А уже изобрели к этому моменту восковые цилиндры. Восковой цилиндр позволял не только записать какие-то речи, звуки и прочее, но он позволял и перезаписать. То есть вместе с фонографом, как обычно, продавалось и устройство, которое позволяло стирать как бы эту запись, и на этот же восковой цилиндр снова записывать очередную информацию. И вот такие фонографы или подобные, они уже в 1878 году, сразу после изобретения, уже через год выпущено было около 600 штук в Америке. То есть они сразу стали пользоваться достаточно большим спросом. Использовались в рекламных целях, использовались просто для того, чтобы зафиксировать какие-то события. Использовались в юридической практике. То есть на вот эти восковые валики заносились завещания в звуковом виде. То есть можно было определить, кто говорил, чье завещание. То есть юридически закреплялась какая-то процедура. Как вас представить ваше имя? Мое имя вас не касается. Сэр, молодая девушка хочет вас видеть. Молодая девушка? Как она выглядит? Она очень вульгарна, даже слишком. Я хотела ее выставить, но подумала, что это может вас заинтересовать в научных целях. У нее своеобразное произношение? Слабо сказано. Возможно, это нам пригодится. Пригласите ее. Слушаюсь, сэр. Она вовремя. Я вам покажу, как я собираю материал. Она будет говорить, а я запишу все это на фонограф. Потом я перепишу на цилиндр, чтобы мы могли сверить звуки с их правильным звучанием. Вот это молодая леди. Здравствуйте, сэр. Я пришла, чтобы... О, нет. Это та самая речь, которую я записал сегодня ночью. Никакого интереса. Голос, как труба Эрихона. Я никогда на это не соглашусь. Далее стало все это дело совершенствоваться. И самым главным вопросом было тиражирование, что и сдерживало, так сказать, развитие, наиболее такое интенсивное развитие фонографов. Ну, к тому времени, значит, этими вопросами занимались не только в Америке, не только Эдисон. И в Европе тоже, и во Франции. Но, опять же, первым, так сказать, пионером изобретения тиражирования записи явился американский инженер немецкого происхождения Эмиль Берлинер. В 1888 году он сумел изготовить пластинку. Естественно, эта пластинка, она позволяла, то есть она требовала не только и новых методов записи, не только методов, так сказать, теоретических, но и практических. Поэтому появились такие станки для записи, которые вот здесь у нас представлена экспозиция граммофонов. Но станки для записи, они немногим отличались от граммофонов, просто они настолько редки, что их здесь у нас даже в экспозиции нет. Но станок для записи, он представлял примерно то же самое, так же диск, только диск этот был восковой сначала. И специальным резцом, ну, применяя такие же вот мембраны с иголкой, специальным резцом наносился звук, канавка. Обычно канавка наносилась от внешнего стороны, стороны пластинки, к внутренней. Но на некоторых фирмах, например, на фирме ПАТЭ во Франции, изготовлялись пластинки с обратной записью, то есть от центра к краю пластинки. И вот у нас здесь достаточно интересная коллекция граммофонов. Этот аппарат, который воспроизводил уже пластинку, он стал называться граммофоном. Граммофон представлял из себя некую стоечку или вот шкафчик, в котором хранились пластинки. А сверху располагался диск. И над диском обычно вот в качестве тонарма использовался вот такой рупор. Он же издавал звук, а к концу рупора была прикреплена жесткая мембрана с иголкой. И рупор этот вместе со всей этой конструкцией от внешней стороны пластинки двигался к центру. И иголка воспроизводила колебательные движения. И через мембрану усиление звука происходилось вот этим рупором. И все этот звук слышали. Я лучше отклею. Ты давай. Килин, килин, килин. Я запрещаю. В чем дело, граждане? А? Я узнал открытый. Интересуется, гражданин, почему труба не играет? А это выпить предлагает за компанию. Выпей, выпей, начальник. Все крапочные. Это что-то такое делается-то, а? Мистер Стэнсон. Вот что. Разнообразие фонографов позволяло, в общем, фантазии совершенно были необычные. Здесь у нас еще мало представлено, так сказать, вот конструкций. Но были совершенно изумительные конструкции в виде каких-то змей, в виде улиток. И все это вот раскупалось, потому что, несмотря на высокие цены, в общем-то, не все могли себе это позволить, но очень пользовалось большим успехом везде. В России сами граммофоны не производились. Пластинки стали в начале века, ну, прозапрошлого века, то есть прошлого века, уже в 1903-1905 году, стали организовываться заводы по производству пластинок в Москве, в Подмосковье, в частности, вот известный завод в Апрелевке. Он был организован в 1905 году, и матрицы для изготовления пластинок завозились из-за границы. И уже здесь только печатались. Сначала пластинки делались из ибонита, из целлулоида, но все это было недолговечно и тяжело. Но берлинер, вот он продолжал работу над этим вопросом, и в конце концов остановились на шелачных пластинках. Шелачные пластинки были достаточно дороги, потому что вот это вещество, шеллак, оно получалось из, вот как есть у нас тутовый шелкопрят, он шелковые нити помогает делать. А вот специальный червец, который водился в Восточной Азии, он излучал, вот издавал вот этот вот шеллак в качестве. И вот собирали этого червеца, очень много надо было для того, чтобы, ну стали его искусственно, конечно, разводить. И вот смешивая вот это смолистое вещество с другими веществами, стали получать шеллакные пластинки. Они очень хорошо позволяли печатать на себе, вот отпечатки хорошие были, и достаточно долговечные, и не очень тяжелые были. Значит, я уже говорил, что конструкции были совершенно разнообразные. И вот в начале века очень, одно из очень интересных конструкций, вот здесь представлено из немецкой фирмы, граммофон с цитрой. Я сейчас его включу, мы послушаем, а предварительно я должен сказать, чем он отличается от, ну, остальных вот этих. Тут все остальные граммофоны, они позволяли слушать звук как бы напрямую, излучаемый рупором. Здесь же рупор спрятан внутри вот этого корпуса, но перед выходом звука натянуты струны, которые настроены как в рояле, как в арфе. Каждая струна настроена на свою ноту, и звук, воспроизводимый с этой пластинки, вот этой мембраны, он проходит через рупор и выходит через вот эти натянутые струны. И каждая нота возбуждает струну, и звук становится необычный такой звук. И усиливается он. Вот сейчас мы прослушаем это изделие. Прошу только учесть одно, что пластинки старые, иголки старые, и звук, естественно, не очень чистый. Поскольку все это изделие механическое и электрического здесь ничего нету, то регулятор звука осуществлялся методом прикрытия вот этих створок. Вот такой аппарат. Вот следующий аппарат, тоже достаточно интересный, был изготовлен фирмой Виктрола в США в начале прошлого века, в 1906 году. Здесь в основном звук, конечно, тоже так же исходит из мембраны через специальный звукопровод тонар, но уже со специальными каналами, которые организованы вот в этом корпусе. Там и реверберация существует, и всякое отражение специальное. Вот, и сейчас мы послушаем, у него очень такой приятный звук, но опять же, качество пластинки и иголки, оно не позволяет с очень большой точностью воспроизвести то, что было сто лет назад. Но представления мы будем иметь достаточно. Совершенно другой звук, хотя помехи, конечно, относительно того, что пластинка некачественная, существуют. Ну, все это было достаточно громоздко и позволяло использовать только в помещениях. И теперь мы перейдем к несколько другим. В начале прошлого века на французской фирме Патте был сконструирован или, можно сказать, даже изобретен граммофон нового вида или нового типа даже, складной, мобильный, как теперь можно сказать. Он представлял из себя обычно такой вот чемоданчик, а вот этот вот рупор, о которых мы недавно смотрели и рассказывали, он упрятан вовнутрь этого чемоданчика. И механизм передачи звука в этом устройстве, он практически такой же. От иголки через мембрану и через звуковод или тонарм уходит вовнутрь этого чемоданчика, а там расположен вот этот вот рупор. Он такой специализированный, он там внутри. Звук, конечно, несколько хуже, чем из рупора большого размера, но вполне соответствовал времени и требованиям. Здесь перед вами представлены различного вида. Они все по принципу работы одинаковые, но вид у них различный. Вот этот граммофон или патефон, как их теперь стали называть, поскольку на фирме патэ было изготовлено или изобретены они. Это вот, например, в металлическом корпусе, этот в кожаном корпусе, этот со складным рупором. Вот складной рупор, его можно туда убрать и закрыть крышкой. Это совершенно обычный. Таких вот патефонов было выпущено очень много. Сейчас мы можем прослушать один из таких патефонов. Вот сейчас мы его здесь и запустим. Звук немного тише, чем из тех устройств настольных, напольных, но вполне позволял развлекаться и слушать хорошие произведения. Пластинки были совершенно различного тематики, поэтому пользовались очень большим успехом. То, о чем мы говорили сейчас, это было все механическая запись и также механическое воспроизведение звука. Но механическое воспроизведение звука, оно не позволяло качественно его воспроизводить. Потому что если сама пластинка и нанесенная на нее информация, она позволяла воспроизводить, допустим, диапазон частот до 15 кГц, то устройство воспроизведения только до 8-7 кГц. То есть это в половину качество уменьшалось. Начали думать над этим вопросом в начале прошлого века. И где-то к 30-м годам прошлого века было изобретено или изготовлено, как кому удобнее воспринимать, электрическое или электромеханическое воспроизведение звукозаписи. То есть были изобретены и разработаны специальные звукосниматели, которые позволяли качество воспроизведения поднять до максимальных возможностей. И стали объединять это с усилителями электрического воспроизведения. То есть объединяли даже с приемниками. И получились уже радиолы. То есть электрозвуковое воспроизведение объединялось с приемниками. Вот здесь у нас есть несколько экспонатов, которые представляют из себя радиолы. Это вот стационарные радиолы, а это настольная радиола Урал, которая была произведена в середине 50-х годов очень массовым тиражом, как говорится. Практически во всех домах имели такие устройства. Это как раз здесь очень хорошо видно, как электромеханическое воспроизведение звукозаписи соединено с приемником и через специальный звукосниматель электромагнитного типа в данном случае воспроизводится звук. Кроме механической и электрического воспроизведения звука существует также еще магнитная запись воспроизведения звука. И вот этой магнитной записью воспроизведения заинтересовались еще в конце позапрошлого века. И датский физик Паулсон в 1898 году получил патент на изобретение магнитной записи звука на металлическую проволоку. Здесь вот у нас стоит аппарат, который очень похож на тот аппарат, который изобрел Вальдемар Паулсон. Здесь вот кассета с проволокой проходит через специальное устройство, которое оставляет информацию на этой магнитной проволоке. А также она и воспроизводится после этого. Далее стали совершенствовать эти аппараты, потому что на магнитную проволоку и запись, и сохранение записи магнитной было достаточно сложно. В нашей стране подобные работы были начаты еще в 1940 году. Вот на этом стенде показаны первые магнитофоны, которые были разработаны в нашей стране, а также специальные микрофоны, при помощи которых звук записывался на магнитную ленту на этих магнитофонах. Далее работы продолжались, совершенствовалась технология как производства магнитной ленты, так и деталей магнитофонов. И уже появилась возможность для выпуска некоторых таких устройств, которые использовались уже и в домашних условиях. Как-то приставки магнитофонные. Вот здесь, в этом стенде, показаны две такие приставочки магнитофонные, которые ставились на граммофон, и при помощи движения граммофонного диска двигались эти кассеты, проходящие через специальное устройство воспроизведения. И можно было производить на этих приставках и запись. А также в этой экспозиции показан достаточно интересный прибор. Это прибор магнитофонной, магнитной записи на киноплёнку. Киноплёнка покрыта специальным слоем, а запись здесь ведётся не обычным образом вдоль плёнки, а поперёк. То есть этот аппарат как бы служил предвестником записи, которая потом будет называться видеозаписью. Вот на этом мы с предшественниками настоящей современной магнитной записи, пожалуй, закончим и перейдём к следующему стенду. К середине 50-х годов прошлого века были изобретены новые технологические материалы, которые позволили производить звук на магнитофонной ленте уже более качественно, как в акустическом смысле, так и в механическом. И в связи с этим уже можно было конструировать магнитофоны как для бытового пользования, так и для профессионального. И вот на этом стенде представлены магнитофоны достаточно известного завода, Московского электромеханического завода, который начинал свою деятельность ещё задолго до революции, был сначала сахарным заводом, а потом через кожевинный завод в результате превратился в отличный электромеханический завод. На этом стенде у нас представлены стереомагнитофоны, некоторые их экземпляры. И стереомагнитофон отличается от мономагнитофона наличием в два раза больших дорожек. То есть запись звука идёт как с левой стороны, так и с правой стороны, или на разные дорожки, на левую и правую дорожки. Также этот звук воспроизводится. И вот на этом стенде как раз и показаны некоторые экземпляры стереомагнитофонов, а также общая схема записей и воспроизведения стереоканалов. Вот, как обещал, магнитофон Глюндик. Четыре дорожки, стереофония, элегантный, внешний вид. Ну, ну. Абсолютно новый лич на самом деле. Ну, выписывайте. Я всё помню. 80. Как, вы же говорите, есть ли? Ну, вы не знали, есть ли личные обстоятельства. Ну, знаете, это просто грабёж. Я не настаиваю, вещь уйдёт в секунду. Элегантная вещь. Четыре дорожки с трёх. Выписывайте. К середине прошлого века, как я и говорил раньше, даже позже, чем к середине, где-то 60-х годов, возникла необходимость записи не только звука, но и изображения. И стали работать над этим вопросом, и достигли вполне определённых успехов, как для изделий бытового назначения, так и для профессионального. Вот в этой витрине показаны некоторые экземпляры видеомагнитофонов для домашнего пользования. А на фотографии сзади стенда вы видите, как в студии производится передача уже со студийного видеомагнитофона. Ну и в заключении нашей встречи я хочу представить вам совершенно необычный прибор. Это устройство нельзя назвать ни магнитофоном, ни граммофоном. Это устройство получило название «говорящая бумага». Здесь объединены два устройства. Собственно, устройство, которое протягивает так называемую «говорящую бумагу» и радиоприёмник, который усиливает те звуки, которые через фотоэлемент попадают в специальное усилительное устройство. Запись на эту «говорящую бумагу» производилась в три этапа. Сначала запись производилась как в киноленте, на киноленту оптическим способом, потом это печаталось типографским способом на вот такую рулонную бумагу. Несколько дорожек здесь было, в данном случае здесь девять дорожек, и каждая дорожка несёт свою запись. Сейчас мы послушаем. Запись, правда, очень тихая, и в связи с чем она и не получила большого распространения. Сначала рулон перетягивается на одну сторону, потом переключается специальным устройством. Потом переключается одновременно дорожка звуковая, и так это движение происходит до тех пор, пока все дорожки не пройдут через фотосчитывающее устройство. Но поскольку, как я уже вам сказал, это было достаточно сложное устройство, и работало оно очень тихо, да и было очень дорогое, оно не получило ни промышленного значения, ни бытового потребительского значения. Но достаточно интересный экземпляр. Вот всё, что я вам хотел рассказать за это время. Большое вам спасибо. Если было интересно, я буду очень рад. До свидания.